которая очень активно шла на контакт со всеми, общалась. Дину Азизову знали в ось Катаве как хорошую швею. Она шила верхнюю одежду, постель, ткала ковры. Официально нигде не работала, ИП закрыла 8 лет назад. Детям сама не готовила, но покупала продукты питания. Пригодавлением еды занималась старшая дочь Дарина с 10 лет. Сейчас этой историей занимается прокуратура и следственный комитет. И к другим темам. Возродить общественные бани, создать новое кладбище и достроить метро. С такими предложениями сегодня вышли кандидаты в мэра Челябинска. В городской думе выбирают основных претендентов на должность главы города. В гонке участвуют 15 человек. Кто устроил скандал в администрации и почему один из кандидатов пришел в спортивном костюме. С претендентами на пост мэра встретилась Эльвира Хафизова. Конкурсная комиссия спешно входит в зал для собеседований. Их преследуют десятки фото и видеокамер. Им предстоит выбрать основных претендентов на должность мэра Челябинска. Следом спешно заходят опоздавшие кандидаты и отправляются в комнату для ожиданий. Там уже разгорается спор между соперниками. На кресло мэра Челябинска претендует 15 человек. Это бизнесмены, общественники, действующие чиновники, безработный, инженер и даже студент. Многие провели эту ночь без сна. Кто-то волновался и не мог уснуть, а кто-то до утра доделывал доклад. Мне сегодня день напоминает защиту диплома. Как будто я снова хочу выступить и донести свои мысли. Поэтому я постоянно повторяю и готовлюсь к каждому слайду. У меня записи. И есть предложения для нашего населения, которые я постоянно изучала в сети. Из всех претендентов в следующий этап попадут сильнейшие, минимум два кандидата. Вызывают их по алфавиту. На выступление дают 20 минут. За это время они должны презентовать свою программу и ответить на вопросы по законодательству и развитию города. Мы надеемся на эрудицию, за нестандартные подходы кандидатов. Нам бы хотелось конкурсной комиссии, чтобы заседание прошло интересно. Чтобы горожане увидели реальных претендентов и услышали не просто банальные ответы, а были какие-то новые креативные идеи, новые подходы. Первым креатив проявил безработный кандидат Сергей Губанов. Он пренебрег терраскодом и пришел на собеседование в спортивной одежде. Я считаю, что мы живем в новом времени. Я же не исполняю обязанности должностного лица. Поэтому считаю свободным. Одежду, которая мне будет свободной и комфортной. Не обошлось и без скандала. В предцентре администрации появляется общественник Александр Лебедев. Он начинает съемку. Но его выгоняют. У журналиста не оказалось аккредитации. Активист вызывает полицию. После разборки продолжились в коридоре. Есть положение проведения промышленности. Какое я условие не выполняю. После всех испытаний в финал выходят три кандидата. Наталья Котова, временно исполняющая полномочия главы города. Сергей Кочетков, действующий глава металлургического района. И Виталий Евгеньев, директор Красноармейского дома-интерната. Была онлайн-трансляция о высшем образовании. Дальше были ответы на знания бюджетного законодательства, конституции. Соответственно, это выставлялись баллы. Потом представляли успешные кейсы. Здесь тоже был ряд интересных моментов. Записал. Тоже для себя, кстати, будем использовать. Теперь решение за городской думой. 19 ноября депутатам предстоит проголосовать за одного из претендентов. Тогда и станет известно, кто будет руководить Челябинском в ближайшие пять лет. И к другим новостям в Челябинске появились черепикеры. Так называют людей, которые охотятся за скидками. В преддверии Черной пятницы гонщиков за акциями стало вдвое больше. Любой товар сейчас можно купить практически с 50-процентной скидкой. Какими приемами пользуются южноуральцы и сколько им удается сэкономить на скидках, посчитала Маргарита Хижняк. Скидка составила 34 рубля 70 копеек. И это всего на несколько товаров. Надежда Привалова – профессиональный черепикер. Вместо тихих посиделок с подружками предпочитает охоту на скидки. Пенсионерка уже не первый год отслеживает низкие цены. Наизусть помнит стоимость продуктов во всех ближайших магазинах. Коллекционирует рекламные буклеты. Я беру в понедельник этот буклет домой и анализирую. Ага, просмотрела, вот этот мне товар нужен, он есть со скидкой. Я, соответственно, иду, прям с этим буклетом смотрю, отмечаю, чтобы там уже не стоять. Все, я прошла, посмотрела, взяла этот товар, какой мне нужен, и ушла. Чтобы выйти на охоту за низкими ценами, женщина следует строгим правилам. Чтобы не потратить лишнего, заранее составляет список покупок, никогда не ходит на шопинг на пустой желудок и запасается продуктами впрок перед большими праздниками. Вот, допустим, я вот сегодня купила вот икру, она 123 рубля. А под Новый год она будет все 230 рублей. Вот поэтому, конечно, лучше вот взять, например, заранее и со скидочкой. Сэкономить получается до 1000 рублей в месяц. Сумма для пенсионерки немаленькая. В преддверии Черной пятницы в Челябинске активизировались черепикеры. Любители акций ищут выгоду и в продуктовых магазинах, и в модных бутиках. Растет их число и по всей стране. За последние пять лет охотников за скидками стало в пять раз больше. Черепикер с английского дословно переводится как сбор вишни. Но конкретно в этом случае это означает собрать все вишенки на торте. То есть заполучить все самое желанное на выгодных условиях. И при этом не потерять качество продуктовой корзины. Чтобы натренировать навык черепикера, нужна ежедневная практика. В том числе и холостые походы в магазин. Главное правило не бросаться на акции в первый же день. То есть нужно подождать несколько дней. Какой-то прикол переждать? Да, чтобы не сразу кидаться, как ошалелый. И вы это все учитываете? Конечно. А мы для этого... Нет, для этого голова есть. Включать голову в охоте на дешевые товары советуют и экономисты. Некоторые продавцы заранее перед скидками завышают цены, а потом резко снижают. Чтобы не прогадать, можно воспользоваться специальным мобильным приложением. То есть есть несколько таких приложений, их можно бесплатно скачать. И оказывается, что если ты берешь скидку 11 ноября, загоняешь в приложение, она показывает, что вот график, что была цена сначала вот такая изначально, потом она снижалась до такого уровня, потом ближе к ноябрю она начала подниматься сюда. И вот сегодня опустили на этот уровень, но при этом этот уровень, как правило, даже не ниже, чем было, так скажем, в середине вот этого снижающегося тренда. Пик сезонных скидок придется уже на эту пятницу, 15 ноября. Но купить продукты, одежду и бытовую технику по акции в большинстве магазинов можно будет до конца месяца. Главное в погоне за низкой ценой не войти в кураж и не набрать лишнего. Обязательно смотреть на срок годности и брать с собой ограниченную сумму денег. Маргарита Хижняк, Павел Клементьев, ОТВ. Челебенские студенты придумали способ, как улучшить систему электроснабжения всего Дальнего Востока. Свои предложения представили на Международном чемпионате инженеров «Кейс-Ин». Как оценили работу южноуральцев-эксперты президентской платформы «Россия – страна возможностей», выяснила наша съемочная группа. Магистрант Юргу Александр Рожнов вместе со своими одногруппниками обсуждает кейс по решению проблем электросистем Дальнего Востока. Эти вопросы инженеры решали в Москве на финальном этапе чемпионата «Кейс-Ин». В 2019 году Международный инженерный чемпионат «Кейс-Ин» вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Проблема «Кейса» заключалась в том, что на Дальнем Востоке большие расстояния, изношенные сети. И, в общем, предложить систему цифровизации сетей для решения износа сетей Дальнего Востока. Команда из Юргу стала финалистом чемпионата «Кейс-Ин». Участие в престижном инженерном проекте стало отправной точкой в профессиональном росте команды «Кейс-Ин» – соревнования будущих и молодых инженеров ТЭК. Среди соперников готовые специалисты и студенты. Призеры проходят стажировки в ведущих компаниях страны. А школьники получают дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры чемпионата. Чемпионат «Кейс-Ин» – это массовый проект, ориентированный на молодежь и служащий социальным лифтом для активных и мотивированных ребят. Это отличная практика, командное соревнование, это обмен опытом, работа с опытными наставниками над реальными задачами из ключевых для экономики России отраслей. Цель проекта – популяризация инженерно-технического образования среди молодежи и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в отрасли топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования чемпионат «Кейс-Ин» уже стал такой полноценной системой, а не просто одним мероприятием. В рамках данной системы как раз проявляются самые активные ребята, готовые решать инженерные кейсы, задачи, которые перед ним ставят как компании, так и в целом наше государство. Впереди осенний кубок «Кейс-Ин». Регистрация уже идет. К соревнованиям проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашены студенты более 220 вузов, ведущих подготовку по инженерным специальностям, а также старшеклассники и молодые специалисты. Владислав Чухров, Евгений Молчанов, ОТВ 34 квадратных метра за один билет на хоккей. Третий раз клуб «Трактор» разыгрывает квартиру для своих болельщиков. Поучаствовать в лотерее может каждый. Условий немного. Нужно купить билет и также болеть за черно-белых на хоккейном матче. Где справить новоселье победитель розыгрыша? Иван Лежнин знает. «Пока до сюда добирался, по пути видел садик, две школы, поликлиника есть. Все условия для проживания». Хоккеисты «Трактора» проверили, как идет строительство квартиры, которая будет разыграна среди болельщиков клуба. Дом на улице Шмака, 18А, достроен и сейчас рабочие занимаются благоустройством двора. Равняют землю и завозят щебень для укладки асфальта. Стать хозяином квартиры в этом доме есть шанс у каждого болельщика «Трактора». «Для нас очень важно, когда болельщики ходят, нас поддерживают. Тем более, когда есть такие акции, это для них дополнительная мотивация. Это будет не плюс прийти и поддержать свою команду». Подъезды дома адаптированы для мам с колясками и маломобильных граждан. Есть пандусы и лифт. Квартира уже с отделкой. Постелен линолеум, установлена сантехника и межкомнатные двери. Также застройщик позаботился о безопасности маленьких детей. «Мы установили замки на окна, которые позволят родителям не беспокоиться о безопасности собственных детей, поскольку эти окна, возможно, будут открыть только взрослому». Для участия в розыгрыше необходимо приобрести билеты и абонементы на любой матч домашней серии. Впереди еще 9 матчей, и у каждого есть шанс. Открыты продажи на 17-е с автомобилистом и 19-е ноября с «Йокеритом». Розыгрыш квартиры пройдет с помощью генератора случайных чисел в день рождения Челябинского клуба. 27 декабря на матче «Трактора» с московским «Спартаком». Иван Вижнин, Андрей Михалюк, Антон Шмаков, ОТВ. На этом у меня все. Далее продолжение матча «Трактор» против «Металурга». И в жизни, и в бизнесе я ценю честные отношения. Ценю надежных партнеров, один из которых – это банк, в который можно прийти и, глядя в глаза, поговорить с реальным человеком. Здесь понятные условия и быстрые решения по кредитам. Гарантии для участия в тендерах в течение дня. И всегда дадут дельный совет, как оформить документы. Для своего бизнеса я выбрал Челябинвестбанк. Челинвест.ру Быть первым – это начать с нуля. И превратить ноль в самую широкую сеть клубов. Это расширит список спортивных трансляций вместе с диагональю телевизора. Сменить боксерские перчатки на игровую консоль. Принять первую ставку через интернет. Сделать первое мобильное приложение и стать примером для вторых. Уже 25 лет мы делаем ставку на победу, чтобы вы сделали свою. Фонбет. Первая букмекерская компания. В эфире первого областного продолжается прямая трансляция из Магнитогорска, где в эти минуты проходит южноуральское дерби «Металлург-трактор». 1-1 после стартово-игрового отрезка в нашем матче. В большинстве отличились с Толивара. На 11-й минуте сделал Егор Яковлев. И на 15-й минуте есть Ювюртанин. Счет матча сравнял в самом конце периода. За опасную игровую высокоподнятой клюшки был удален на 4 минуты Егор Коробкин. Вот он в кадре как раз-таки очень жестко сыграл против Виталия Кравцова, который, кстати говоря, числится ассистентом. В шайбе заброшенной Юси Вюртаниным. Получил небольшое повреждение, рассечение Виталя. И на 4 минуты Коробкин был отправлен в бокс для штрафников. Соответственно, 2 плюс 2. И это большинство делится в случае, если бы трактор забросил первые 2 минуты, еще бы 2 минуты получил как дополнительным бонусом при игре в формате 5 на 4. Но вот сейчас стартовал второй период. И также формат 5 на 4. Но остается играть меньше 2 минут. Минуту и 35 в неравных составах. Никита Щербак. Дело передачи в центр. Безадресная она получилась. Выбрасывает шайбы с Толивара и собственные зоны. И трактор начинает все сначала. Левым флангом Бейлин. Передача за спину. Вновь Щербак. Передача в центр. Бейлин. Щербак. Делает такой обманный финт. Показал, что будет бросать. Сам сделал еще один закат. Передача на Бейлина. По за спину. Щербак бросает. Блокируется бросок защитников. Подбор. Гиган. Минуту ровно отыграли команды во втором периоде. 50 секунд до выхода пятого полевого на площадку Металлурга. Трактор потерял шайбу. В очередной раз. И вновь Столиваром удается оттеснить игру от собственных ворот. Медвеколин на подборе. Меняется четверка Металлурга. Соответственно, пятерка большинства трактора сейчас поменяется. И... Тройка. Малый Хем. Косов. И вместе с ними Эндрю Кейлов. Сейчас он шайбой. Нет, очередная потеря. И, по всей видимости, не сумеет трактор реализовать такое двойное численное преимущество. Продолжение следует...